Плейстейшн 2 Не для кого не секрет, что PlayStation 2 является консолью номер один по продажам с более чем 155 миллионами продаж по всему миру, но немногие знают, что в общем для консоли было выпущено 3874 игры, а продажи программного обеспечения по типу игр и программ составили более полтора миллиарда копий. В начале жизненного цикла PlayStation 2 и до выхода оригинального Xbox и GameCube многие аналитики того времени предсказывали очень серьезную трехстороннюю схватку между каждой консолью, что оглядываясь назад оказалось полным бредом, учитывая продажи Xbox 2 4 миллиона и 21 GameCube. При загрузке консоли вы возможно видели белые башни, что появляются всякий раз при включении и отключении PlayStation 2. Но оказывается эти башенки зависят от того, сколько ее присутствует на оставленных картах памяти. Чем больше у вас файлов сохранений, тем больше башен вы увидите. Говоря о файлах сохранения, на самом деле Sony в те времена страдала от нехватки карт памяти. Компания не ожидала, что 8 мегабайт будет недостаточно для большинства домашних консолей, а массовые продажи консолей сделали карты памяти очень востребованными. Дизайн PlayStation 2 не совсем оригинален, на самом деле он был создан под впечатлением от микробокса Atari Falco. Даже патент на дизайн принадлежит Atari. Sony понравилось, как дизайн позволит покупателям консоли играть в нее как вертикально, так и горизонтально. Еще одним целенаправленным дизайнерским решением были цвета. Синий логотип PS2 символизировал Землю, а черная консоль символизирует необъятность космоса. В то время PlayStation 2 была отличным DVD-плеером для многих потребителей, но оказывается консоль имеет поддержку Netflix через диск, хотя он и был доступен лишь в Бразилии и никогда больше не выходил. Говоря о Бразилии, PS2 была официально выпущена там в конце 2009 года. Угу. В конце 2009 года. И стоила она 461 доллар. А, да. Гейминг у них это очень дорого. У Sony в те времена были планы расширить интернет-возможности PS2, предложив сервис потоковой музыки. Но в итоге эта идея никогда не суждена была сбыться. Однажды вокруг PlayStation 2 возникла угроза терроризма. Ходили слухи, что Саддам Хусейн собирал кучу консолей, чтобы переделать их в боевое оружие. Это очевидно оказалось бред. Однажды из-за страха перед военным вооружием, Япония столкнулась с ограничениями на экспорт, на время пока вся ситуация оценивалась. В то время как у оригинальной PlayStation была поддержка мыши, для этого требовалась официальная мышь для PS1 от Sony. PS2 принимала большинство мышек для нескольких игр, где она поддерживалась. В 2002 году британец по имени Дэн Холмс так полюбил свой PS2, что он решил официально сменить свое имя на мистер PlayStation 2. И судя по всему, он также пытался в то время жениться на своей консоли. И еще он потратил более 7000 фунтов стерлингов на игры, производство которых было прекращено в январе 2013-го. И какими-то фокусами игры продолжали выходить. Одни из последних релизов были в FIFA 14 и Pro Evolution Soccer 2014. В то время как Sony прекратила производство консолей в 2013-м году, они продолжали их ремонтировать еще долго после этого. 7 сентября 2018-го года был последний день, когда японское подразделение Sony занималось ремонтом консолей. Контроллер DualShock 2 имеет аналоговую чувствительность к давлению для кнопок. Поэтому в зависимости от игр, что поддерживали это, нажатие кнопки сильнее и правда работали. Sony выпустила официальный Linux-диск с клавиатурой и мышью для тех, кто хотел выйти в интернет и использовать Open Source код на своих PS2. На PlayStation 2 не обошлось без проблем. И на ранних этапах консоль страдала от ошибок чтения диска, а в некоторых случаях даже повреждала файлы сохранения или даже диски. Sony в конечном итоге предлагала ремонт и даже компенсационные чеки на 25 долларов. PS2 фактически поддерживала высокое разрешение для очень немногих тайтлов, таких как Valkyrie Profile 2 и Dollar Trophy. В них можно играть в 1080i. В 2003 году Sony выпустила PSX в Японии, что представляло из себя систему DVR видеорегистратора PlayStation 2 со встроенным жестким диском. Эта система была одной из первых, что использовала интерфейсы Sony XMB. К сожалению, в конечном итоге продажи были низкими и система никогда не выпускалась за пределами Японии. Когда Sony выпустила Slim модель PlayStation 2 в сентябре 2004 года, она сначала позволила старой модели закончиться в магазинах, но они сделали достаточно Slim моделей, чтобы заменить фатки. Из-за чего возникла огромная нехватка и, что еще хуже, грузовое судно, перевозившее PlayStation из Китая в Великобританию, было заблокировано российским нефтяным танкером. В 2010 году Sony выпустила 22-дюймовый HD-телек Bravia с встроенной PS2. В наши дни они очень редки и их очень тяжело найти. 50-миллионные издания. Очень редкий набор консоли PS2, посвященный 50 миллионам проданных копий. Они были выпущены в цветах морской волны, серебристый металлик и розовая сакура. Еще более редкое издание, чем прошлое, это автомобильное издание. Оно было посвящено 20 миллионам проданных консолей. Для каждого цвета было выпущено только 2000 штук, и они были в светло-желтом, серебристом, кайрамически-белом, супер-красном и синим Astra. Теперь вам может быть интересно, почему она называется автомобильным, если она празднует 20 миллионов проданных консолей. Потому что отец консоли, Кен Кутараги, любил автомобили. Цвета были выбраны из его любимых автомобилей. В них, кстати, входило BMW и Mercedes. Ранее консоли PS2 могли быть объединены в сеть через i-Link порт. Однако очень мало разработчиков использовали это, поэтому Sony избавилась от него. Одной из игр, в которой действительно удалось создать открытый бесшовный мир, оказалась Jack & Dexter, выпущенная в 2001 году. Помимо загрузки игры и вашего сохранения, в игру можно было играть от начала до конца, без каких-либо заметных загрузочных экранов. Отец PlayStation Кен Кутараги в 2001 году признал, что архитектура PS2 оказалась слишком сложной и комплексной. Вот и вот цитата. Да, параллельная архитектура очень глубокая и сложная. Мы должны были облегчить жизнь разработчикам в самом начале. Sony рассматривала возможность подписочного сервиса, что назывался Sony Network, для онлайн-игры на PS2. Они даже рассматривали вопрос к поплате в виде тарифного плана для телефона. Во время DICE Summit в 2015 создатель Oddworld сделал заявление, что разработка игр на PS2 и PS3 была настолько сложной, что они выгнали многих разработчиков за двери. PSI была задумана еще в 1999 году доктором Ричардом Марксом, после того, как он увидел раннюю демонстрацию возможностей PS2. Он присоединился к Sony Computer Entertainment в этом же году, чтобы еще больше заняться периферийными устройствами. PSI на самом деле это простая веб-камера с USB, и с правильно установленными драйверами вы можете спокойно использовать ее на компьютере. Камера PSI могла сканировать ваше лицо, чтобы использовать его в играх, однако такую функцию поддерживало очень мало игр. Rule of Rose это чертовски редкая игра на PS2, из-за того, что у нее был очень ограниченный релиз. Игру запретили во мною все страны и продавали ее в очень малых объемах. Игра имела репутацию игры, где демонстрируется жестокое обращение детьми, что в конечном итоге оказалось неправдой. Но это привело к ограниченному выпуску. Еще одна редкая игра на PS2 это Coan, что получила посредственные обзоры за своей низкой продолжительности и низкой реаграбельности. За чего у игры были низкие продажи. И теперь ее стоимость составляет от 2 до 400 долларов. Всем известно, что PS2 обратно совместима с PS1. Есть один нюанс. Не каждая игра работает. В некоторых играх есть проблемы, например, Metal Gear Solid и Tomba. Например, Tomba должен воспроизвести заставку, чтобы игра правильно работала. Первая PlayStation, оказывается, поддерживает контроллер DPS2 DualShock. Второй! И вдобавок, PS3 тоже имеет обратную совместимость с DualShock 2 с помощью отдельной гарнитуры. Хотя контроллер не сможет ничего сделать, когда играм понадобятся возможности Six Access. Одна из игр стартовой линейки на PS2, Fanta Vision, была на самом деле технодемка, которую чуть позже доработали в отдельную игру. В 2000 году, когда PS2 вышла, ее было очень трудно найти в продаже. Поэтому в 2000 году люди реально покупали PS2 на eBay и платили 1000 долларов. Что, с учетом инфляции сейчас, равняется 1467 долларам в наши дни. Самой продаваемой игрой на PS2 оказалась единственной неповторимой Grand Theft Auto San Andreas, что продавалось в невероятные 17 миллионов копий. Второе место после этого заняла Grand Turismo 3 с продажами 14,9 миллионов. Sony, по сути, виновата в том, что Sega ушла с консольного рынка. Несмотря на успешный запуск Dreamcast с 97 миллионами долларов, заработанных в первый день, Sony заработала более 250 миллионов на PS2 в первый день. Это в конечном итоге привело к тому, что Sega прекратил выпуск Dreamcast к марту 2001-го. У оригинальной FAT-модели PS2 был отсек расширения для жесткого диска, что требовалось и для Final Fantasy XI. В обновлённой PS2 Slim был удалён отсек для жесткого диска, что делало невозможным для владельцев играть в Final Fantasy XI. PS2 достигла 100 миллионов проданных единиц за 5 лет и 9 месяцев с момента её запуска. И это абсолютно невероятное достижение. Одним из первых рекламных роликов PS2 был на самом деле для теоретической PS9, сфера непревзойдённых чудес и возможностей в футуристическом мире 1978-го года. Реклама в конце показывала PS2 и говорила, что это лишь начало. Игры для доносенных старт для PS2 можно запускать на PS3. PS3 будет запрашивать диск с игрой PS2 для чтения песен с него. Одним из самых странных периферийных устройств для PS3 был контроллер Катана для Анимуша 3. Да, надувный меч. Что можно использовать в качестве контроллера? Когда вышел PS1, Кутарахи тут же начал работать над PS2. И когда вышел PS2, он мгновенно начал работать над PS3. Когда PS2 Slim вышла, Sony была очень заинтересована в сетевой онлайн-игре. И для этого они добавили онлайн-эзернет-порт в консоли. Но в некоторых регионах они также строили модем в консоли. Конечно, можете мне не поверить, но PS2 получила своё название, потому что она вторая консоль после первой PS. И на PlayStation ни разу не выходил Skyrim. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Всем удачи и всем пока!